Выросло число погибших в результате российского удара по жилому дому в Днепре. Спасатели продолжают поиски выживших. Владимир Зеленский обратился к российскому народу. Европарламент в понедельник представит пакет «Мир по борьбе с коррупцией» на фоне новых подробностей, связанных с Катаром. Власти Непала расследуют о векатастрофу, унесшую жизни нескольких десятков человек. Поиски останков продолжатся в понедельник. До 30 возросло число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре, где проживало около 1700 человек. 75 получили ранения. Спасатели продолжают поиски выживших. Пропавшими без вести считаются более 30 жильцов. С теперешнего времени, вот уже прошло ровно сутки, мою маму еще не нашли. И, ну, вероятность того, что пять этажей обрушилось сверху. Вот. И, конечно, ну, это горько, да, но... Владимир Зеленский сообщил, что спасти удалось 39 человек, в том числе 6 детей. По словам президента, поисковая операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь. Накануне Зеленский обратился к российскому народу. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается остроговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать. Киев, Харьков и Одесса также пострадали в субботу в результате ударов, которые, по словам Москвы, были направлены против военной и критически важной инфраструктуры. Прошло две недели с момента последней волны российских атак на энергосистему Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гройси, как ожидается, отправится на этой неделе в Украину для обеспечения постоянного присутствия экспертов на всех атомных объектах страны. Как говорится в заявлении агентства, этот шаг значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время текущего военного конфликта. Депутаты Европарламента от Бельгии Марк Тарабелла и Мария Арена признались в том, что ездили в Катар за счет Эмирата. В отношении политиков велось разбирательство в связи с коррупционным скандалом вокруг бывшего вице-спикера Евы Кайли. Тарабелла сообщил, что в самом начале 2020 года ездил в Катар по приглашению и за счет организаторов, но потом забыл заполнить необходимые для евродепутата отчеты, а потом пришла пандемия. Арена проявила такую же забывчивость уже в мае 2022-го. В итоге она добровольно решила покинуть должность председателя подкомитета по правам человека. В отношении Тарабеллы рассматривается возможность лишить его депутатских полномочий по запросу бельгийских властей. Официально никаких обвинений ему не предъявлено, но по данным СМИ он был связан с итальянцем Пьером Антонио Панцери, у которого дома при обыске было найдено 600 тысяч евро наличными. В понедельник спикер Европарламента Роберто Миццоло должна представить конкретные меры по борьбе с коррупцией. Никто не выжил в авиакатастрофе в Непале, возле международного аэропорта Покхары. По сообщению властей, пока нашли останки 68 человек. Всего на борту находились 72 пассажира и члены экипажа. Турбовинтовой самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение утром воскресенья при заходе на посадку. Горящие обломки были найдены в овраге глубиной 300 метров. Работе спасателей мешали пламя и густой дым. Сообщается, что самолет следовал в курортный город Покхара из столицы Катманду. Время полета обычно составляет 27 минут. В заявлении Управления гражданской авиации говорится, что среди жертв трагедии 15 иностранцев, 4 россиянина, 5 индийцев, а также граждан Южной Кореи, Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции. В аэропорту Катманду собрались родственники пассажиров. Туда же прибыл премьер-министр Непала. Он объявил о создании комиссии по расследованию инцидента. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории АТР-72. Авиакомпании по всему миру используют эти самолеты для коротких региональных рейсов. Поисковая операция продолжится утром в понедельник. Формально четверо числятся пропавшими без вести. На северо-востоке Греции в городе Александрополис началось строительство СПГ электростанции, которая будет получать топливо с плавучего регазификационного терминала. По словам премьер-министра Греции Кириакаса Мицатакиса, благодаря этому проекту регион становится важным энергетическим узлом в европейском измерении. Правительство Греции отмечает, что строительство новой электростанции в Александрополисе усилит энергетическую независимость Европы, потому что здесь будет использоваться сжиженный природный газ, поступающий на судах, а не по газопроводу. Глава греческого правительства выразил уверенность, что Греция поможет Европе стать независимой от российского природного газа. В церемонии принял участие министр энергетики Болгарии Росен Христов. Мы приветствуем запуск проекта строительства СПГ-электростанции, так как это предоставит региону большую стабильность и энергетическую безопасность. Не только Греции, но и Юго-Восточной Европе, где спрос на электричество растет каждый год. В Афинах заявляют, что Греция за счет данного проекта и строительства инфраструктуры становится поставщиком природного газа на Балканы. Мы сможем предоставить электроэнергию не только Болгарии, но также и Северной Македонии, Косово и Сербии. Мы работаем над строительством необходимых интерконнекторов. Премьер-министр Греции также сообщил, что новая установка в Александрополисе способна сжигать природный газ и водород, и на следующем этапе она сможет производить еще более дешевую и чистую энергию. Известному австрийскому актеру Флориану Тайхтомайстеру предъявлено обвинение в хранении детской порнографии. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщает прокуратура, в ходе обыска у него изъяли носители информации, на которых было около 60 тысяч файлов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Дело обернулось скандалом в Австрии. В России кинотеатры отменили показы исторического фильма «Корсаж» об императрице Елизавете, в котором Тайхтомайстер сыграл Франца Иосифа. Венский Бургтеатр объявил о прекращении сотрудничества с ним. Австрийская радио исключила из своей программы все постановки с участием актера на время разбирательства. Судебное слушание ожидается через несколько недель. Флориан Тайхтомайстер признает свою вину в ходе уголовного процесса. Он дал признательные показания в ходе предварительного следствия. Он всегда сотрудничал с властями. В течение двух лет он проходил лечение. Это позволило ему преодолеть психические проблемы, которые побудили его собирать указанные файлы. Поэтому он берет на себя полную ответственность за свои действия. Но хотел бы подчеркнуть, что это чисто цифровое преступление. Он никому не причинил вреда. Фильм «Корсаж», в котором Тайхтомайстер сыграл роль первого плана, номинирован на «Оскар» и вошел в шорт-лист претендентов на премию «Особый взгляд». Создатели киноленты заявили, что шокированы произошедшим и надеются, что актер ответит за свои деяния по справедливости. В штате Калифорния жертвами последствий наводнения и шторма стали уже не менее 19 человек. Предписание об эвакуации из опасных районов получили 6 тысяч местных жителей. Свыше 15 тысяч потребителей остаются без доступа к электроэнергии. Губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом заявил, «Мы осознаем не только тяжесть момента и наши возможности и обязанности в данной ситуации защитить, самое главное, жизни людей, защитить собственность, сохранить бдительность в течение ближайших двух суток. Но мы также понимаем, что должны будем вернуться сюда, когда все журналисты уедут, чтобы всерьез обсудить устойчивое будущее округа Мерсет и других районов, которые пострадали за прошедшие годы от ударов стихии». Президент США Джо Байден объявил, что округи Санта-Круз, Мерсет и Сакраменто получат федеральную помощь. По предварительным оценкам, ущерб превысит миллиард долларов. Вместе с тем, из-за рекордных осадков в регионе прекратилась экстремальная засуха. Якутия переживает аномальные морозы. Температура воздуха в ночные часы может достигать минус 62, предупреждает региональный гидрометцентр. Среднесуточная температура в первой неделе нового года оказалась на 7 градусов ниже климатической нормы. Якутск после непродолжительного потепления в четверг до минус 32 готовится к новой волне холода. «Это первый раз такая зима. В те годы были очень тепло, а сейчас прям очень холодно. Вот мы местные чувствуем это, а вот приезжие стоят там на рыбе, они вообще до косей промерзают». «Мне прям очень холодно, как будто это самая холодная зима. Еще проблема в том, что обувь у меня не теплая. И в зданиях очень тепло, а на улице прям холодно, и не знаю, где тут баланс найти». Из-за аномальных морозов в школах Якутска отменено занятие, а густой туман привел по меньшей мере к одному массовому ДТП. Как пишут региональные здания, ситуация осложняется изношенностью инфраструктуры. В начале января при температурах ниже минус 40 в столице региона из-за аварии более тысячи семей остались без отопления.